Пансионат «Высокий берег». Четвертый этаж у нас в 406 номере возгорания. 135 человек у нас. Через пару минут после сообщения о пожаре к месту возгорания прибыли представители Федеральной пожарной охраны и Муниципальной службы спасения. Приехала бригада скорой помощи, инспекторы Анапской роты ДПС и представители НЭС Горэлектросети. По легенде учений в здании находились люди. Прибывшие силы и средства спасения направили на организацию поиска и спасения заложников огня и дыма. Такие учения отрабатываются постоянно. Это были контрольно-проверочные учения. Учение проходило на здании пансионата «Высокий берег». В учении принимали участие силы и средства Анапского гарнизона. Целью данных учений в первую очередь была отработка действий пожарных подразделений, служб города по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на высотных зданиях. В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы сберечь каждую секунду. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть 20 секунд, чтобы надеть спецодежду. Потом выезд и спустя пару минут они уже на месте происшествия. В среднем машины прибывают на вызов за 5 минут и сразу приступают к действиям. От оперативности действий огнеборцев, их точных решений в критической ситуации, зависит и успех пожаротушения, и самое главное – жизни людей. Не допустить трагических последствий в случае возникновения реального пожара – главная задача таких тренировок. В ходе учений были отработаны навыки спасения людей. В целом учения прошли на оценку, можно оценить на оценку хорошо. Профессия пожарного – одна из самых сложных в мире. Бесстрашие умения подниматься по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести и в каждое мгновение быть готовым рискнуть своей жизнью, чтобы спасти другую.